вот смотрите хочу еще вам показать вот такой вот малюсенький ларечек как бы магазинчик он у дороги стоит вот видите здесь ферма и вот рядом дорога так вот вы знаете здесь продается также молочная продукция он даже разрисован как корова самое то интересное то что здесь никого никогда не бывает не сами расплачиваются берут вот сейчас мы с вами зайдем и посмотрим я давно хотела вам его показать вот видите молоко из фермы также тут было одно какое-то время были было хорошая очень масло сливочное но почему-то нет вот яйца картошка написано платить вот сюда вот здесь вот цены что хотите то берете здесь молоко маленькая стоит 1 фунт 1 литр 1 фунт масло фунт 50 яйца фунт 40 яйца тоже неплохие ну я здесь все такая же ферма как обычно просто единственное что я хочу вам показать то что представляете берете и сами здесь расплачиваетесь и вот в этот журнал записываете что вы купили я кладете монетку и все все на доверии друзья вот я заплатила фунт за молоко пишу одно молоко и экс 2 40 вот так вот и заплатила здесь постоянно подъезжают машины постоянно люди покупают видите вот за мной следующее и вот девушка ждет сидит очередь то есть просто потрясает меня иногда знаете то что вот такое доверие я хотела ответить еще одна машина едет покупать здесь просто у него бойкая торговля я хотела вам сказать что вот мы все строили коммунизм здесь уже коммунизм наступил но это не коммунизм друзья здесь же надо платить не бесплатно но самое то интересное то что на доверии наверное никто не обманывает потому что он здесь этот ларечек стоит давным давно ну а может быть еще что на ферме поняли что чем держать здесь какого-то продавца платить ему зарплату наверное будет гораздо выгоднее и дешевле никого здесь не держать но даже если кто-то может быть что-то украдет то это будет не так и много но скорее всего что все если все на доверие люди здесь уже давно к этому привыкли они живут все честные все платят правильно снова всем привет друзья давно мы с вами не виделись и не слышались поэтому давайте поговорим немножко опять за жизнь ну прежде всего конечно я вам расскажу о прошедших праздниках хэллоуина 31 октября которые у нас случились и вы знаете настолько сейчас у всех подавленное состояние что даже эти праздники они прошли как-то абсолютно незаметно раньше наряжались все продавцы больших магазинах супермаркетах раньше все бары по бы английские были полны народу и все наряжались также и вечером были какие-то тусовки но вы представляете что натворил опять этот карантин борис джонсон объявил продолжение карантина и весь ноябрь месяц будет строгий локдаун опять то есть закрыта англия на карантин запретили по и полеты и переезды во многие европейские страны еще больше даже чем было потому что на сегодняшний день как я посмотрела статистику получается что больше 18 тысяч заболевших в день то есть сказали что вот такие вот области там как манчестер это вообще считается особо опасная зона помеченная красным как ни странно вторая зона это идет лондон я почему говорю как ни странно потому что действительно странно что я думала за лондон все-таки будет также в красной высокоопасной зоне но нет там просто повышенная опасность нарисована и в общем в англии проблемы продолжаются вы знаете это абсолютно не радует особенно вот сейчас когда начался дождь постоянный у нас погода так изменилась что постоянный каждодневный дождь но и я долго не выходила с вами на связь потому что все таки и ждала позитива но позитив так и не пришел и я даже решила вырезать вот такую тыкву и как-то немножко хотя бы этим поднять настроение но вы знаете получилось так что даже тыква не такая как обычно во первых маленькую я купила в этом году абсолютно на во вторых когда стала ее вырезать посмотрите какой кривой рот у них получился в общем вы знаете все мои старания пошли насмарку но об этом ладно я расскажу вам еще также не могу не вспомнить что 30 октября ровно 10 лет назад я венчалась со своим английским мужем рентоном и тоже конечно интересное событие если кто хочет посмотреть поподробнее об этом то вам всплывет час ссылочка в правом верхнем углу как обычно ну а я конечно же что могу сказать что так быстро мчится время я никогда не могла подумать что 10 лет пролетят так незаметно но конечно же я жила всего пять лет с мужем после того как он умер еще пять лет я живу одна но и без поддержки без помощи мужской я выяснила для себя так что это конечно намного намного сложнее для меня и труднее проживать в чужой стране ну и конечно же я хочу вам напомнить еще один праздник очень сильно популярный в англии который празднуется здесь 5 ноября то есть завтра так вот 5 ноября это день гая фокса и кто не знает вот так вот он выглядит и маска гая фокса очень популярная точно также в англии и возможно даже те кто изучает и знает хорошо английский язык не все знают такую историю что вот это вот обращение сейчас весьма популярная hello guys hi guys можете слышать в англии в америке например тоже что это имя стало популярным именно благодаря гаю фоксу и тот факт что его имя стало именем нарицательным говорит о том что этот персонаж не забыт и он очень и очень популярен точно так же как теперь этот день 5 ноября в англии очень широко празднуется и празднуется он тоже весьма своеобразно так как гай фокс составе заговорщика в 1605 году хотел взорвать короля и английский парламент но был схвачен и жестоко казнен потом те кто интересуется может об этом почитать это все легко найти в википедии а я рассказываю о том что сейчас существует так вот этот праздник очень празднуется интересно ночью начинается хлопки начинается взрывы петард повсюду кто-то даже зажигает огромные костры и вот эти вот чучела гая фокса но как ни странно гая фокса на кострах не сжигают гай фокс так и остался очень очень популярным таким персонажем которого не забыли англичане и вот даже как сейчас я прочитала информацию что в 2020 году по опросам какого-то журнала там просили перечислить на кто самый популярный герой на ваш взгляд в мире то гай фокс попал на 13 место из 100 человек представляете насколько популярен остался этот персонаж и вот 5 ноября англичане будут праздновать именно день гая фокса те кто не знал вот я немножко вам и рассказала но хочу вернуться с вами опять карантину и коронавирус друзья это кошмар я не знаю как вас а меня просто убил этот год я прилетела из таиланда как сейчас помню в феврале 2020 года и первый раз я столкнулась потому что летела через китай через пекин первый раз столкнулась с этим еще в начале года и тогда я была удивлена что никакой реакции на в огромном лондонском аэропорту хитроу я на пекинский самолет не увидела это что сами китайцы очень паниковали тогда и все были в масках я вам рассказывала об этом если кто желает опять же в правом верхнем углу вам сейчас всплывет это видео тогда у меня были более свежие воспоминания более подробные но все равно меня удивило что никто никого не проверил не померил температуру отнеслись к этому самолету из пекина совершенно безалаберно никто нас не ни о чем не спросил никакого карантина ну и потом началась вся эта история ужасная я была напугана не хочу этого скрывать первый карантин я просто даже целый месяц по моему безвылазно сидела дома это был апрель месяц когда нас напугали очень сильно но сейчас когда опять в ноябре объявили жесткий карантин то как-то знаете уже уже и не страшно я отношусь к этому совершенно обыденно и вообще мне кажется что я уже переболела этим коронавирусом потому что я еще в самом начале года потеряла и осязание и обоняние то есть и нюх и вкус а это говорят сейчас самые первые и самые верные признаки того что вы уже переболели и произошли какие-то не обратимые изменения в мозгу что человек теряет обоняние и осязание не знаю говорят что постепенно это восстанавливается вот у меня вкус как-то еще восстановился а вот с нюхом все еще проблемы у меня запахи изменились вы знаете как ни странно что то что мне когда-то нравилось сейчас вообще вообще ужасный имеет запах непонятный и все мои любимые духи для меня сейчас пахнут по-другому и вообще это довольно странно если кто-то это тоже ощущает то наверное меня поймет но вот говорят что это 80 процентов указывает на то что человек уже переболел коронавирусом вот такие вот тела друзья и я не могу этого утверждать стопроцентно потому что я никаких тестов не проходила и я не знаю если у меня коронавирус был ли он ну и еще я вам не говорила о том что сейчас вот уже наверное на протяжении целого месяца меня постоянно атакуют письмами их стали присылать по-моему в конце сентября первое письмо я получила от вот как раз н.х.с. это английское здравоохранение как вы знаете аббревиатура так вот мне прислали письмо чтобы я пришла и сделала прививку все люди после 60 over 60 так называемая этот возраст он подвержен риску заболеть и значит первое письмо когда мне прислали что я должна прийти и привиться я почему-то подумала что этого именно прививка связана с коронавирусом и очень удивилась потому что я не слышала ничего подобного чтобы уже в англии существовала такая прививка от коронавируса я конечно же позвонила сразу на ресепшн поинтересоваться туда свою поликлинику мне сказали что это прививка не от коронавируса а от гриппа которую бесплатно они подчеркнули несколько раз что бесплатно делают людям старше 60 лет и пожалуйста она они мне сказали приходите мы вас ждем я говорю так это всем делают это как бы принудительно в принудительном порядке они сказали нет это добровольно все абсолютно добровольно если вы отказываетесь то вы отказываетесь ну я сказала что вы знаете нет я прививку делать не буду как-то без нее обходилась и дальше обойдусь потому что я действительно противник прививок всех этих прививок я давным-давно не приемлю для себя тут конечно каждый думает так как он считает нужным но у меня вот такая вот позиция но они вроде бы как сделали там себе какую-то галочку в моих документах но тем не менее как ни странно спустя две недели мне опять пришло письмо где опять писали что я должна прийти и обязательно сделать прививку из гриппа то есть получается что это уже не так и добровольно а немного принудительно я на это письмо никак не отреагировала я его просто проигнорировала но мне пришло еще одно письмо вот уже совсем недавно где они опять пишут что я должна срочно прийти и сделать прививку от гриппа вот такое вот оказывается давление на людей но я знаю что муж мой например английский он делал эту прививку и даже у него как-то поднималась очень высокая температура несколько дней он лежал с температурой но тем не менее он был ответственный английский гражданин и он прививался если ему это если ему это было велено вот ну а я нет не хочу и вы знаете что интересно тем более сейчас что по-моему даже это опасно потому что неизвестно как человек отреагирует что такое прививка вы же знаете что это просто человека в легкой форме заражают теми же самыми болезнями против которых потом у вас вырабатывается иммунитет как отреагирует организм да тем более сейчас в эти страшные жуткие времена я не хочу друзья но вот такая вот у меня позиция я делюсь ей с вами да и еще как ни странно что когда я рассказала об этом Мартину что они ко мне пристают с этими письмами я не хочу делать прививку и как-то странно для меня это ну вот он говорит ой а я бы сделал прививку с удовольствием меня никто не приглашает я говорю так а ты не можешь сходить вместо меня вот я тебе письмо дам сходи пусть тебе сделают эту прививку он говорит нет там так не работает и это именно прививка вся поименно и если я прихожу я должна показать им это письмо я должна показать свой паспорт или какой-то документ который мою личность подтверждает а иначе ничего не получится сейчас вы знаете стало все труднее выискивать какие-то теплые денечки солнечные я имею ввиду денечки безветренные и без дождя чтобы погулять с вами опять же на природе и я сейчас когда разговариваю с вами я показываю вам оранжерею королевской семьи Виктории и Альберта в Осборн хаус в этой оранжереи как вы видите очень много красивых деревьев также было много красивых цветов но сейчас как ни странно хотя и осень должны быть буйные цветы здесь и вот это вот закрытая парниковая территория я хотела вам ее также показать там шикарные комнатные растения но там все закрыто видите вот мне в этом году попасть туда не удалось но походить немножко по оранжереи мы с вами смогли если кто-то смотрит точно так же на экран то объясняю вам что мы гуляем по оранжереи Виктории и Альберта когда-то с любовью построенные для них для их многочисленных детей вы там может быть даже заметили что такой кадр интересный я показывала вам и груши и яблоки я обычно когда показываю всегда стараюсь также и руку свою просунуть на экран не потому что она у меня такая красивая даже наоборот но чтобы вы определили какой величины этот фрукт или овощ так вот вы знаете когда я коснулась яблока то это яблоко странным образом упало мне в руку я настолько была этим шокирована я не знала что с этим яблоком делать что я даже заругалась у меня эти кадры сохранились я сейчас вам их опять покажу еще и яблоки есть посмотрите и прямо мне в руку упал и что же мне теперь делать с ним не знаю блин твою мать смешно получилось потому что я подумала что я выключила камеру и вот так вот в сердцах я выругалась вы знаете иногда конечно я почему и люблю вот такие вот съемки сразу непосредственные на природе что они оставляют все-таки вот такие вот эмоции непосредственные все то что происходит когда именно эту съемку я для вас и делаю поэтому напоследок как и всегда друзья сюрприз для тех кто досмотрел до конца я хочу вам показать мои небольшие диалоги на природе с англичанами с которыми я встречаюсь во время своих прогулок это все хорошо я думаю, что ваш ребенок я думаю, что он красивый очень приятный да это очень большая большая река я в этом дереве много, много времени но никогда не видел это не очень красивый путь потому что все эти брызги да, может быть это красивая景ация очень красивая и я вижу здесь и много других птиц иногда встречаются иногда да, может быть даже и часто встречаются вы знаете интересно опять что могу сказать про англичан вот еще впереди собачки некоторые очень дружелюбные, приветливые некоторые вообще пройдут не заметят а вот недавно я говорю на меня напали собаки и мужик даже никак не отреагировал хайя хай хай ремон ремон но эти маленькие не страшные вот такой сегодня у нас с вами получился разговор обо всем и ни о чем и вот такая вот длинная прогулка которую я снимала несколько дней ну а на этом друзья я буду с вами прощаться как обычно берегите себя не болейте будьте на позитиве всего вам доброго увидимся пока 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 пока